Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать свой опыт о возвращении канала. Канал Людмилы Кравченко. Это было в августе, в конце августа. Я выложила видео. Если вам интересно, я вам расскажу. Может быть мой опыт вам пригодится. Я выложила видео утром и поехала снимать видеообзоры. В обед я приезжаю, захожу в компьютер, а на гугл зайти не могу. Там написано, что если вы не зайдете через какое-то время, то ваш гугл заблокируется. Я быстренько зашла, конечно, помучилась. Меня пытали там какими-то паролями, но я вошла. И увидела я такое. Там вот такая фотография вместо моего профиля. Там вот такая фотография порно. Ужасная. Я даже испугалась. Со мной стояла внучка. Я ей быстро глаза закрыла. Увела ее от компьютера и начала убирать ее. Заходила в гугл настройки, начала убирать. Но она не убиралась. Совершенно не убиралась. Я и так, и так. Но кое-как оно убралось. А сам мой канал, он просто перестал слушаться моей почты. Канал стал гулять сам по себе. Я не могла. Я, вернее, зайти на него могла. А какие-то действия совершать я не могла. Ну, такое ощущение, что как мы заходим в любое видео кому-то. Так и я заходила к кому-то. Мне даже там есть одно сообщение. Там написали, что за фотография у вас на видео. А я не могла даже ответить, что это ужасно. Потом я позвала мастера. Мастер, думаю, может быть, он как-то мне поможет это все восстановить. Но не тут-то было. Ничего не получилось. Мы с ним составили письмо. Отправили в техподдержку партнерской программы. Письмо это не дошло. Мы на Google посылали. Ничего никуда. YouTube, ничего нигде не дошло. И в какой-то момент, через несколько дней, мне приходит с моей партнерки, я зарегистрирована, не знаю, может быть, неправильно скажу, Жатираша. Это моя партнерка. Мне она нравится. Все, в общем, пришло мне письмо ВКонтакт. ВКонтакте, значит, там пишут. Мы ничего понять не можем, что у вас с каналом, что происходит. Я ему там ответила, помогите мне, пожалуйста. И отправила это письмо, которое мы составили с моим мастером. Он говорит, да, хорошо, мы все посмотрим, все проверим. Потом задавали еще несколько вопросов. Я на них отвечала. Я не знаю, это состояние, которое было со мной, наверное, поймет только тот, кто имеет такой канал. не только такой, но у меня почти было в тот момент 26 тысяч. И потерять было это вообще. Я несколько дней ревела просто. Я не могла снимать. Даже видео, которое я снимала после этого, я сейчас расскажу, куда я их выкладывала. Девочки даже заметили, что у меня грустный голос. А я даже вот говорить не могла. Вот правда. Вот я не знаю, столько создавать это все, столько труда, и вот так вот какой-то вот заберет. А, кстати, мне пришло в YouTube сообщение на почту, что у меня есть на канале такой контент, который мне не принадлежит. чтобы я его удалила или мой канал заблокируют. Перейдите по ссылке и все такое. Мне не надо было переходить, потому что я 100% знаю, что это мои видео, что они мне принадлежат. И не надо было никуда переходить. А я, видимо, перешла, и вот такое получилось. В тот момент я уже создавала второй канал. Второй канал я создавала для дочери. Я его создала, уже монетизация прошла, и она уже начала работать. Ну, без энтузиазма. Она не хотела. Она работает, ей очень тяжело, она уставала еще и ездить снимать. В общем, она говорит, мам, забирай мой канал и выкладывай. Я забрала канал, и уже вот с этого канала я написала, что у меня украли канал, и все такое, чтобы переходили на этот канал, подписывались. Вот такая у меня беда случилась. Правда, очень много людей это звалось. Подписались все. Ну, не все, но многие подписались на этот канал. И все сделала мне моя партнерка. Они мне писали, я им отвечала. Если долго не писали, я им писала, что такое, почему вы не отвечаете. Они мне опять отвечали. Все хорошо. Потом уже мне написали с гугла. Тоже написали, куда зайти, куда подать заявку. Уже все мне помогли. Уже, видимо, партнерка туда обратилась, они ко мне. И все. И потом дело пошло. В общем, промучилась я целый месяц. Через месяц мне приходит письмо, тоже на почту, чтобы я создала новый канал. Новый канал чистый. С таким же названием. А, кстати, у меня был еще маленький канал детский, где я снимала детей. И вот этот детский канал у меня с взрослым вместе перекрутился. Я не знаю. В общем, фотография моя. Вернее, фотография детская. Название детское. А аватарка вот эта вот шапка моя. В общем, такое накуролесили. И они и сами воспользоваться не могли. И я не могла воспользоваться. Это было очень тяжело смотреть. Канал есть, а ты зайти туда не можешь. Ну, ладно. Я залила свои данные, которые нужны были. И мой канал восстановили. Это было вообще здорово. Единственное, что хочу сказать, что я потеряла в просмотрах. Раньше просмотры были, допустим, 100%, а сейчас 50%. Я выпала, видимо, из рекомендованных видео. Сейчас я по-новой работаю, нарабатываю. Вроде бы опять восстанавливается все, но уже такого уже нет, как раньше. Это, конечно, обидно. Но второй канал я тоже не бросила. Я туда снимаю готовку, уборку, все такое. Так что заходите. Под видео есть ссылка. Людмила Кравченко. Live. Жизнь. Волей-неволей. Теперь у меня два канала. Дочка забирать канал назад не стала. Как я говорила, что она сказала, что это очень тяжело. Вот. Вот такая вот у меня была беда. Слава Богу, все восстановили, все сделали. Так что не отчаивайтесь. Все хорошо. Поддержка, я так думаю, в которой вы находитесь, тоже хорошая. У меня просто отличная. Я довольна ими от и до. Спасибо им большое. Единственное, что обижало, что люди писали, что я это сделала специально, для пиара. Для какого пиара, непонятно. Я потеряла канал, потеряла просмотр, все потеряла. И для какого-то пиара. Обидно, но я всех вас прощаю. Так что все хорошо. Подписывайтесь, кто отписался на канал. Подписывайтесь на тот, другой канал. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok